Привет, друзья! Вот интересно. Там был ролик у меня и ответы интересные. Я там рассказывал о том, что у многих молодых людей, ищущих поисковая активность такая большая, что они, поскольку хотят подростки, которые не знают о том, как мозг работает, и что у человека есть способность иногда реагировать и организмом, и своей психикой на свои ожидания и образные представления, на этом аутотренинг построен. Ну, например, когда человек себе внушает тепло, театр, расслабление. Это же представление. Он, когда это себе внушает, он это как-то себе представляет, и в ответ рефлекторно происходит расслабление мышц, сосудики лучше работают. И человек входит в такое состояние аутогенного погружения. Ну, в этом состоянии, если мы меряем на индикаторе напряжения, если было 10, где-то шторм, это суета, мысли, хаос, это напряжение, дискомфорт, то там ноль, безмятежность. Ну, в Европе это называется психическая релаксация. Такое состояние же и молитвой можно получить, молитвенная благодать путем повторения, путем повторения. И можно то же самое состояние получить за счет мантр. Можно то же самое получить состояние за счет того, что ты, когда ходишь туда-сюда по комнате, синхронно к текущему напряжению, ты снимаешь лишнее напряжение. И у тебя на шкале стресса снижается напряжение. И это тебе помогает думать. Потому что, когда у тебя хаос в голове, когда ты очень напряжен, почему напряжен? Потому что, когда у тебя нет времени принять решение нужное, у тебя получается повышение напряжения, потому что это перебор возможных вариантов исхода ситуации. И чем выше напряжение, тем скорость перебора больше. Все взаимосвязано внутри нашего мозга, все целесообразно. Но иногда это напряжение чрезмерное, стрессовое, оно создает некое залипание, условно говоря, зависание, как в компьютере. Когда ты вот жвачку вот эту мысленную крутишь, крутишь, а понять, что делать, какое решение принять не можешь. И тогда тебе надо снизить напряжение на шкале стресса. Ну, это и ходишь туда-сюда по комнате, или ногой качаешь, или волосы чешешь, да, или четки перебираешь, или молитву повторяешь. Вот взаимосвязь. Так вот, почему я об этом говорю? Потому что механизмы мозга надо знать, изучать с научной точки зрения. Я в свое время занимался гипнозом, много-много лет, со школы еще. И я об этом рассказывал, и рассказывал такой случай, как в школу приходил мальчик из другой школы, и всех удивлял тем, что он всем предлагал, там и директор школы был, и учителя, всем предлагал смотреть на доску, черная доска школьная, и он мелом рисовал квадрат. И предлагал им смотреть и представлять себе, что это круг. Да, и вот они смотрели на квадрат и воображали себе круг. Да, и начинали стянуть ручки у детишек. «Я вижу, я вижу круг, я вижу круг, я вижу круг». Вы представляете, да? Да. Потом он их собирал, вот тех, которые вместо квадрата видели круг. Тут же выстраивал их всех. И им роли внушал различные. Ты, говорит, артист, певец, ты, говорит, танцовщик, ты, говорит, барабач. И они начинают там наяривать, и все в удивлении в таком. Это происходило буквально за 5-7 минут. Да, очень талантливый парнишка был. Ну вот он вызывал у них трансовое состояние, а тестом был вот этот круг и квадрат. Таких же очень много людей, которые просто в нашей жизни используют вместо круга и квадрата какие-то другие тесты. Но в данном случае у нас ключевой стресс-тест тоже можно взять и использовать для того, чтобы вызывать у другого человека транс. У меня очень большой, известный гипнотизер научился использовать ключевой стресс-тест, чтобы гипнотизировать тех людей, которые трудно его техникам гипноза поддавались. Он им сначала давал под видом теста, они делали ее, и он тоже начинал им внушать свое. И хвалился. Сидел у меня, я говорю, твой тест использую. Я говорю, слушай, не надо так делать, этот тест не для этого, тест для того, чтобы человек аутотренингом занимался, саморегуляцией занимался, сам мог регулировать свое состояние. Вот для чего этот тест. Чтобы человек сам себя проверил, погрузился в аутогенное погружение, в это состояние, когда у него вместо шторма штиль, покой, безмятежность. И там начинал себя перестраивать, работать над своим характером, мечтая о желаемых переменах в себе и в будущем. Ну вот же как. А тут вот как раз мне задает вопрос, ролики написали, а для чего нужно уметь различать фокусы от мифов и науки настоящей? Для чего? А я вам отвечу, для чего. Вот сейчас, особенно в последнее время, в условиях неопределенности, как и всегда было, когда люди сталкиваются с неизвестностью, у них возникает высокий уровень напряжения, им надо быстро перелопатить различные возможные варианты исхода ситуации, что делать, как жить, как быть. И, естественно, у них вместе с этим появляется высокая внушаемость. Вот сейчас скажи им, наукой установлено, что есть между нашей Землей и планетой Сириус, или еще какой-то звездой, портал такой временной, добавить туда научные слова, квант, например, квантовые переходы, о том, что есть звезды темные, звезды белые, и сказать такие слова, но вы же понимаете, вот такими словами понимаете, вместо этого круга и квадрата начинать людей гипнотизировать. Ну, так оно и делается. Я вот недавно опять про эти зеркала Козырева слушаю. Ну, мальчик талантливый, как тот парень, который приходил, урмелом рисовал на доске и все гипнотизировал. Рассказывает, рассказывает, что он в эти зеркала не верил никогда, что ему сосед говорил, что это очень важно, что это чуть ли не портал в другие миры, в тонкие сущности. Я, говорит, не верил, но я, говорит, испытал это лично на себе и теперь, говорит, у меня другое мнение. Ну, ему этот круг нарисовали и теперь у него другое мнение. Квадратом, да? Вы понимаете, вот почему нам нужно научиться различать вот состояние, которое у нас у самих связанное с нашей внушаемостью, с дефицитом информации, когда мы хватаемся за любую информацию, как утопающий за соломинку, когда мы ищем точку опоры в условиях неизвестности. Почему нужно различать? Почему нам нужно сохранять здравый смысл? И почему существует наука? Наука, она для того и существует, чтобы истины, которые научным путем открыты, проверены, доказаны, экспериментом опробированы, подтверждены. Вот их давать людям. Вот я, например, даю что? Я объясняю, как мозг работает. Это наука. Потому что я много лет потратил и изучал гипноз, и аутотренинг, и технику суфистской медитации, и много разных техник, я знаю. Поэтому, когда мне рассказывают про зеркала Козырева, ну, представьте себе, если вы внушаемый человек, и вам уже много-много раз рассказывали про эти зеркала, это неважно, зеркало там Козырева, или квадрат, в который вы садитесь и ждёте чего-то. Или круг. Или просто вас взяли, как Чумак делал, миллионы людей по телевизору смотрели, он говорит, я вам сейчас кремы заряжаю. И ты берёшь крем, намазываешь, и действительно у тебя аллергия возникает. А когда они не посылают сигнал через телевизор, намазываешь, нет аллергии. Ну, к примеру, и воду заряжал, и потом многие люди выздоравливали от этого. Ну, вы понимаете, почему? Потому что у них ожидание позитивного исхода ситуации создаёт образ будущего. Действия они производят, при этом реклама. Естественно, кто-то там начинает сидеть, дёргаться, и у него возникают какие-то потряхивания, токи по телу, мурашки по телу, просветление появляется. Ну, вывод, это же всё связано с работой нашего головного мозга, с нашим устройством. И вот мне там задали вопрос, а для чего надо людям уметь отличать от мифов, фокусов, вот эти всякие наукоидные слова. Ну, это квантовый мир, это же учёные доказали, что есть чёрные дыры. Вы же понимаете, ну, вот вы понимаете, ещё есть такие слова, пора сбросить шоры с глаз. Такие, такие вообще. Ну, кто-то на этом зарабатывает, кто-то действительно искренне в это пока верит, что есть какие-то кабинки, пирамидки, зеркала Козырева, в которых люди сидят, и у них... Да у них потому, как это психология. Психология. Да, тебе расскажут про этот квадрат, ты будешь в квадрате это всё испытывать, круг, в круге будешь испытывать. Особенно, если много людей об этом говорят. Ну, это же... Сами понимаете. Ну, скажу, как они сами говорят. Пора шоры сбросить. Друзья, у нас же школа, поэтому я рассказываю вам эти всякие случаи о чумаках, о зеркалах, о кругах, и квадратах, и тестах. Всё можно использовать для того, чтобы повысить внушаемость человека. Но самая высокая внушаемость у человека, когда ситуация неопределённости. Вот заболит у тебя зуб или нога, так резко подскочит внушаемость. Придёт сосед тебе и скажет, о, я тебе сейчас дам пастырь такой, вот сейчас новое изобретение. Просто тебе нужно приклеить и пять на и на... И ты приклеишь. Потому что ты ищешь точку опоры, и когда ты ищешь точку опоры, ты хватаешься за всё, как я сказал, как утопаешь из-за солонок. Ну вот, друзья, а я в следующем ролике кое-что интересное вам покажу. Я вам покажу, что, как человек, который у нас был на ликбезе, и который много-много времени страдал, теперь вот поёт, да, и расскажет. А вы её всё знаете, она на ликбезе была, и вы сразу увидите, и будете потрясены, потому что без всяких глупостей, без всяких этих таинственных, этих самых. Просто она применяет метод ключа, и вот давайте я её приглашу в интернете, мы с ней поговорим, и вы посмотрите. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok